Здравствуйте, сударыни и судари! Большой проблемой на участке было отсутствие воды. Ну что такое огород и цветник без воды? Ничего не польёшь, ничего не вырастет. Куда мы без воды? Да никуда. И особенно если начинаешь сад и огород, растения без воды чахнут, надеяться только на дождик, на милость Божью с неба, не приходится, как повернётся дело. Поэтому мы поначалу возили воду в бутылях, благо есть газель. Туда можно загрузить сколько угодно, хоть 100 бутылей этих 5-литровых, но это же тоже неудобно. Туда, сюда, туда, пустые бутыли, назад полные, с этими бутылями по подъезду. Когда пойдут дожди? То густо, то пусто, а чаще всего нет дождей. Вот июль выдался в Калининграде, исключительно жаркий и недождливый. Колодец копать мы сразу не решили, потому что может быть верховодка. То есть по весне вода есть, потом она уйдёт, и неизвестно, как и что. Знающие люди сказали, что тут бывают плавуны. Тоже проблема для выкапывания колодца. Но растения требуют воду сиюминутно. И как быть? Электроэнергию дадут только в ноябре. Подключение Интарь Энерго обещала произвести. Но опять-таки скважину, если сделаешь, тут же надо постоянно жить. А эти первобытные условия меня лично не устраивают. То есть надо было искать альтернативу. И эта альтернатива нашлась. Возобновляемый источник. Сын сделал слив, направил в бочку, и вода пошла. Воды море сколько хочешь. После дождя бочка полная. После того, как бочка наполнится, наполняем те же бутыли на всякий пожарный. И стоит она. Переполняется, переливается. Даже решили ещё одну бочку поставить, сделать соединение, чтобы из одной бочки в другую переливалось. Знающие люди говорят, что можно и пять бочек так соединить. Сейчас на участке проблем с водой нет. Когда мужчины заображают, а они чаще всего это и делают, и у них руки на месте, они все вопросы решат. Желаю вам всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова